Высота над речкой Истрой, у деревни Санниково, где осенью 41-го шли ожесточенные бои на подступах к Москве. 22 июня, в очень важный для всех россиян день, 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны, жители Санниково собрались у мемориала павшим землякам. Не только для того, чтобы поклониться их памяти. Здесь, на героической земле, был дан старт проекту под названием «Живая память», который придумал и реализует Союз журналистов Подмосковья при поддержке фонда президентских грантов. Суть проекта – знакомить и, можно сказать, оживлять имена героев войны, которые написаны на воинских мемориалах. Истории наших дедов и прадедов хранятся на одноименном сайте «Живая память», а чтобы зайти на него рядом с мемориалами, будут устанавливаться вот такие информационные таблички с QR-кодом. Сегодня идет самая настоящая информационная война. Поэтому долг журналистов, профессионально работающих с информацией, встать на защиту памяти, встать на защиту тех людей, которые когда-то отстояли свободу и независимость нашей страны. Воспользоваться информационной табличкой проекта «Живая память» несложно. Достаточно иметь мобильный телефон, в котором есть сканер QR-кодов. Наводим телефон на код, он его считывает и выводит на сайт «Живая память», где, собственно, и хранится вся интересная информация о героях Великой Отечественной войны, конкретной местности, где эта табличка установлена. Для молодых людей сегодня утрачен сакральный смысл и братских захоронений, и просто памятных мест в честь тех людей, которые ушли на защиту страны. И поэтому наша задача упростить для них, владеющих современными технологиями, доступ к этой информации. Возможно, в душах этих молодых людей возникнет вот этот интерес. Вторая страница электронной книги памяти открыта в соседней деревне, которая называется «Обновленный труд». Здесь не просто мемориал, а братская могила советских воинов, защитников Москвы, известных и оставшихся неизвестными героев. «Живая память вашего фестра». Пожалуйста. Зашел на сайт, все есть. Отлично. Брат моего отца родной погиб под Смоленском. Вот я только недавно его нашел, захоронение. Ротмистров Николай Федорович, 24-го года рождения. Искать информацию о своих земляках-фронтовиках несколько лет назад начала местный журналист Наталья Акуленок. Это ее работа или глава идеи проекта «Живая память», которую подхватил Союз журналистов. Но надо понимать, что табличка с кодом – это лишь инструмент доступа к информации. Наполнить сайт, найти уникальные данные о бойце, где воевал, чем награжден, какой подвиг совершил, как погиб или чем занимался после войны, помогают рассекреченные архивы Министерства обороны на сайтах «Память народа» и «Подвиг народа», музеи, военкоматы, бумажная книга памяти, воспоминания родственников и их семейные архивы. Участникам проекта «Живая память». В День Победы в эфире демонстрировалась серия очерков о фронтовиках поселка Жигалово, чьи имена высечены на недавно установленном мемориале на улице 2-я Пятилетка. И наша исследовательская работа продолжается. Союз журналистов Подмосковья надеется, что проект заинтересует другие города и регионы России и охватит как можно больше населенных пунктов, как в свое время развернулся «Бессмертный полк». Спасибо большое всем журналистам, которые организовали это. Для нас это очень важно. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.